Ас-саламу алейкум, дорогие ученики, доброго времени суток. На прошлом уроке мы прошли с вами тему именных предложений. Именные предложения, мы сказали, это предложения, которые начинаются с имени. В арабском языке есть также предложения, которые начинаются не с имени, а с глагола. Вот вам три примера. Джа-э Зейдун Пришёл Зейд Все три подтёркнутых слова – это глаголы. В первом случае Джа-э – это глагол прошедшего времени. Во втором случае Я-наму спит – это глагол настоящего времени. И в третьем случае глагол Нэм – спи – стоит в повелительном наклонении. Не пугайтесь этих терминов, всё это вам и будет рассмотрено. Пока что поймите тему глагольных предложений. Пришёл, спит, спи – все эти три слова глагола. Подлежащие в этих предложениях одинаковые во всех трёх – это Зейд. Упомянем также то, что глаголы могут быть не только утвердительными, но и отрицательными. Давайте несколько изменим эти предложения. Вместо Джа-э Зейдун мы скажем Обратите внимание, что в русском языке мы использовали частицу отрицания «не», в арабском языке мы использовали «на» и «ля». Отрицаний в арабском языке есть великое множество. Все эти средства отрицания вы ещё будете проходить. Пока просто поймите мысль, что глагол может быть как утвердительным, так и отрицательным. Поясним ещё один важный момент в глагольных предложениях. Возьмём три вот таких предложения. Эти предложения глагольные, так как они начинаются с глаголов. Так вот, мы изменим немного эти предложения и получатся следующие. Итак, что мы сделали? Мы вставили слова между подлежащим и его сказуемым, то есть глаголом, и у нас предложения удлинились. В первом случае, КАЛЛАМАНИ АМСИ МУХАММАДУН. АМСИ переводится как «вчера». Я думаю, вы уже поняли мысль, которую я хочу до вас довести. А именно, между глаголом и его подлежащим может стоять какая-то другая часть речи. Говорил со мной вчера Мухаммад. Второе предложение. У нас было «НАМА ЗАЙДУН», что переводится как «ЗАЙД СПАЛ» или «СПАЛ ЗАЙД», как хотите. Мы вставили предлог родительного падежа и имя в родительном падеже. Получилось «НАМА АЛАССАРИРИ ЗАЙДУН». «СПАЛ НА КРОВАТИ ЗАЙД», то есть между глаголом и подлежащим появились две части речи. И это нормально. Далее. У нас было «Навестил ЗАЙДУН», но мы не знали точно, кого он навестил. И мы добавили прямое дополнение, имя в винительном падеже, и получилось «ЗАЙДУН». То же самое между глаголом и подлежащим появилась еще одна часть речи. Вот это вы должны понимать хорошо, чтобы вы не думали, что глагол не разрывен со своим подлежащим. Итак, дорогие ученики, я надеюсь, вы сможете соориентироваться и отличить именное приложение от глагольного по одному очень простому признаку, тому, что именное приложение начинается с имени, а глагольное начинается с глагола. Успехов вам в повторении пройденного материала. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok